Если у путинского режима не получается захватить Украину, то можно попробовать захватить Беларусь, чтобы закончить год победителем и утереть нос разным Гиркиным и другим сомневающимся в его гениальности. С этой позиции целесообразно взглянуть на маневры войск Лукашенко, которые проходят возле границ Украины и Литвы. Эти маневры имеют много военных и политических целей, но политические преобладают, почему и не наблюдается высокой концентрации войск, что логично при подготовке крупномасштабного вторжения. В Кремле сейчас это не планируют, а хотят провести разведку боем. Наиболее вероятный сценарий может иметь следующий вид. До 27-28 декабря армия Лукашенки попытается в нескольких местах перейти белорусско-украинскую границу силами двух десантных бригад и еще каких-то пехотных соединений, составленных из местных рашистов. Боевые действия будут непродолжительными от нескольких часов до двух-трех суток и относительно невысокой интенсивности. По окончанию боев эти, как их уже называют, белорашисты, организованно отойдут на исходные позиции. Военные РФ непосредственного участия в вылазке принимать не будут, только мелкими спецподразделениями, переодетыми в белорусскую форму. Общая задача – снимать информацию о бое, для чего и пригнали самолет-разведчик Ил-76 по имени Сергей Атаянц. Только этим не ограничатся. Более активно участвовать будет штурмовая авиация РФ, которой поставлена задача нанести ракетно-бомбовые удары по мостам и дорожному покрытию двух трасс – Ковель-Сарный и Луцк ровно, так как по ним прибывают боеприпасы и военная техника. Для этого в Беларусь вернули три МиГа, способных нести ракеты типа «Кинжал». Основные военные задачи – максимально повредить важные транспортные артерии, изучить оборону на севере и посмотреть, чего стоит на практике воинство Лукашенко. Но гораздо важнее политические задачи, которые в Москве надеются решить. Самое главное – принудить Лукашенко к официальной, торжественной, полной и окончательной передаче Белоруссии в управлении собственность московскому олигархату, приурочив к столетию учреждения СССР 30 декабря. Обычная советско-российская «сокральщина». Поэтому в Кремле не называют дату ритуального общения Путина с народом и СМИ в конце года. Хотят провести после завершения военной вылазки в формате чрезвычайной встречи под лейблом «Беларусь, наша СССР воскрес». Сами не ожидали, а оно воно как посрасталось. Это определяет крайний срок вылазки рашистов. Не позже 28-29 декабря. Можно позже, но тогда потеряется пропагандистский пафос. Лукашенко на этот раз пропетлять не получится. Нельзя не слиться с РФ, когда на Беларусь напали НАТО-бандеровцы, и она героически отразила вторжение. Таким и будет информационное сопровождение в российско-белорусских СМИ. Лукашенко в этой ситуации просто не сможет сказать, что он и дальше будет отбиваться от НАТО-бандеровцев в одиночку своими силами. Начало вылазки станет одновременно и концом белорусского диктатора. Ограничения полномочий президента Беларуси вписали в Конституцию еще в 1921 году. И теперь Москва хочет окончательно заменить там персональную монархию Лукашенко на коллективно-анонимную. Такую модель Кремль навязал Армении, потом Грузии и сейчас продвигает в Черногории. Такая форма считается более устойчивой социально и менее уязвима для критики, чем авторитарный режим. К большому удивлению Кремля в Армении она быстро развалилась весной 1918 года. По сути, это воспроизведение советской модели коллективного партийного управления, которой Хрущев и товарищи заменили сталинскую автократию после расстрела Берии и Абакумова. В СССР эта модель достигла апогея при Брежневе, но с Андропова начался развал и закат. Такую модель можно назвать фашизмом без дучи. Образ мудрого и великого вождя размазывается на все политбюро, а тот, кто номинально исполняет обязанности главного, считается не самым гениальным, а только первым среди равных. Персоналистская модель авторитаризма в РФ с лицом Путина находится в остром кризисе и некоторым в Кремле с конца 1918 года хочется перейти к модели коллективного партруководства. Отсюда и разговоры о транзите власти. Но есть технологические трудности с переходом и военная вылазка позволит московским политтехнологам потренироваться на БССР. Кремль устранения Лукашенко может провести по разным схемам, но все равно крестного батька уже списали. Если будет брыкаться, поест грибочков и отправиться за Макеем. Вероятность протестов в Белоруссии под Новый год из-за боев войск Лукашенко с армией Украины в Кремле оценивают близкой к нулю. Настолько, что могут поиграть с имитацией, чтобы получить повод для репрессий и заявление о подавлении новой оранжевой революции. Но более вероятно, что играть в такое не станут, чтобы не провоцировать революцию у себя и не перегружать инфопространство. Вторая политическая цель вылазки – максимальное извлечение всевозможных дивидендов на международной арене. То, что Украина атаковала войска Лукашенко и зашла на территорию Белоруссии, никто не поверит даже в ООН. Но в Москве еще с советских времен пришли к выводу – факты не главное, важнее баланс военных сил. Проверить это соотношение – третья политическая цель. Кремлю очень интересно увидеть реакцию США и НАТО, которые 10 месяцев упорно отказываются воевать с РФ, несмотря на приглашение. Кремль не может понять, почему США готовы защитить Тайвань, Корею, Японию, даже Саудовскую Аравию, если нападет Иран, но не хотят защищать Украину. Кремль мучается практическим вопросом, готовы ли американцы и европейцы умирать за Нарву. Однозначного ответа нет. Но есть подозрения – не готовы. Вылазка – способ проверить. В Кремле на 99% убеждены, что при такой вылазке все останется как есть. Потому что никто ничего не захватит. Армия Лукашенко не будет брать Житомир, а войска Украины и полк Калиновского не пойдут на Минск. Непонятно, что в этой ситуации будут делать США и страны НАТО, кроме отправки НОД протеста. На что в Москве ответят – это не мы, это самодеятельность Лукашенко. То, как замяли инцидент с упавшей в Польше российской ракетой, убеждает кремлевцев, что и на этот раз все может сойти с рук. Но в Кремле хотят посмотреть на это в режиме живого времени, чтобы получить ответы на вопрос о Нарве. По сути, это разведка боем не только прочности украинской линии обороны, но и готовности администрации Байдена к участию США в реальных боевых действиях. Кремль отводит на такую готовность 1% вероятности и предполагает в случае входа войск Польши и США в Беларусь применить тактическое ядерное оружие. Небольшие взрывы в Брестской и Гродненской области – это не бахи на территории РФ. Чем ответят США в Кремле не знают, но вряд ли нанесут удары по Москве, как центру принятия решений и по местам расположения ядерного арсенала РФ. Ядерная война не начнется, но продвижение армий стран НАТО в Белоруссии будет остановлено, Лукашенко станет Шелковым, а партия Большого броска на Запад задвинет партию переговорщиков в дальний угол Кремля. Если администрация Байдена разнесет в пыль не только усадьбу Кремля, но также Черноморский и еще какой-нибудь флот РФ, то партия переговорщиков сама загонит под лавку партию Большого броска, быстро устроит транзит власти и попросит Белый дом о новой перезагрузке. На вероятность того, что администрация Байдена сделает это, составляют долю от того 1%, который в Кремле отвели на ввод армии Польши и США в Беларусь в ответ на военные действия на границе. Однако, если этот процент сработает, то вероятность удара по усадьбе Кремля будет быстро расти и может дойти до 100%. В связи с тем, что остановить или предотвратить спецоперацию с вылазкой из Беларуси нельзя, остается только правильно этим воспользоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова